Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать в познании, умножаться в благости, праведности и в познании истины, которая есть Господь мой и Бог наш, сущий и неизменный в слове Бог свой, вся Божества полнота, в которой телесно нам явлено, это Иисус Христос, Творец наш и Создатель. Ну что, давайте помолимся, и я хочу кое-что сказать. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, слава Тебе за все, благодарим Тебя за всю любовь Твою к нам проявляемую от начала творения мира и до последних дней всего мироздания и каждого из нас. Спасибо за все, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься Ты, сущий и неизменный в слове и воле своей, которая есть одна, благая и неизменная, чтобы все мы были счастливы, Господь мой и Бог наш. И да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, любовь Твою, славу, величие, а главное Божество, и в пришествии и воплощении Твоем, и во всех благотворениях, и особенно в кресте Твоем, и даже в воскресении и вознесении. И будут на Тебя уповать все народы, и все мы, христиане, каждый день, в каждое мгновение нашей жизни, во всех бытовых простых вещах. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос – любовь посреди нас, братья и сестры. Хочу еще раз поговорить о Евангелии. И вы помните, как и Господь о себе, и в притчах, и в образах, и в символе, и апостолы потом, естественно, познав, узрев, быв очевидцами жизни, и услышав, и познав учения Иисуса Христа, и быв очевидцами его дел и жизни, точно так же называли Господом, его жизнь и его учения, то есть Евангелие, Благую Весть, камнем основания каждого христианина и самого Христа. Ну и как Господь о себе в притчах говорил, что он и есть тот камень, который мы должны положить в основание строительства своего дома спасения, живого, живого жилища, живой скини Духа Святого, Духа Христова. Ибо кто его Духа не имеет, тот и не его. Стеживается, то есть приобретается этот Дух только делами любви, причем непрестанно и бесконечно. Его Бог в совершенстве Своем бесконечен. И вот вы помните, как Господь сказал, что кто упадет на этот, ну на кого упадет этот камень, ну он уже вот именно отвергающим его всем, ну и фарисеям, стухим, да и обычному народу. Все, кто отвергали, он им уже, ну по крайней мере по Матфею, ну и по другим синоптикам, это уже приближается описание и действительно исторические страдания Господа нашего. И он им говорит такую притчу, что вот вы-то строители и учителя, а сами отвергли камень, причем камень, о котором во всех вашем законе и пророках было сказано, и пророчества было полным-полно. Кто знает, там мессианских мест очень-очень много. И Господь им говорит эту притчу, это оба, что, ну и вспоминает даже слова из Писания Ветхозаветного, что камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Ну, говорит и о стене, конечно же, тот образ нового Ветхого мира, истории человечества, опыта человечества, который был и будет, что все будет к нему на самом деле, и все народы. Ну и образ двух народов, так скажем, иудеев и неудеев, всех на свете. Но самое главное, что он потом говорит, еще один образ, что прежде чем, конечно, стены-то строить, нужно фундамент положить. И говорит, что камень этот на кого упадет, того раздавит, или на что упадет. А что или кто на него упадет, тот разобьется. И это прекрасный образ Господь нам оставил. Прекраснейший образ. Потому что, наверное, вы помните, и сам он себя этим камнем, и это учение, и свою жизнь, и учение, говорил, что это камень, который благоразумный человек построил, дом свой на фундаменте, которым он и является. Ну и помните, как апостол говорит, камень же был Христос. Вот, то есть мы ничего не толкуем, нам максимум, что нам нужно, это и апостолы, которые все дотолковали. И то там ничего не толковали, по сути, надо просто внимательно читать, молиться Господу, просить Его открыть ум к разумению Писания, что это там тебе в Евангелии непонятно, Господь все тебе покажет. Учение-то, жизнь Его проста. Это и дела, и слова о любви, и Его божестве. Любое Его дело, начиная с воплощения, пришествия на землю, это дело Его любви и божества. Все Его благодеяния, это было дело любви, и мы видим, какими средствами Он это делал, Он все делал силой Божьей, то есть доказывающей свое божество. Самого ее распятие и смерть было явлением Его любви и божества, да? Он сам говорит, что Он добровольно это сделал. И мы видим во всем Его могуществе, которому ходил, что Он творил там с природой, с бесами, что, конечно же, Он был Бог и сам себе добровольно это позволил. В Его воскресенье мы опять видим Его и любовь, ибо все, кто во Христе живы, будут жить, будут идти за Ним во Христе и воскреснуть, да? И вознесение Его опять же для нас свидетельство Его и божества, и любви, ибо оставил нам дарованную нам от начала бытия свободу, и чтобы мы спокойно в свободе, будучи свободны, подвязались в любви даже к врагам, а не просто целовали туфлю Господу, да, из-за каких-то корысти, присмыкательства, лицемерия. Нет, Он оставил нас, чтобы мы, как и Адам, со всеми встречающимися нам на дороге помощниками, подвязались в любви. Вот. То есть оставил все человечество в разных условиях, не притыкая нашу свободу. И вот этот фундамент, этот камень, который есть Христос, Его жизнеучение, Евангелие Луки, сам Лука, автор его, в своей второй книге, в двухтомнике, на самом деле, в своем втором томе, потому что он по заказу одного и того же, как мы видим, человека, писал и первую свою книгу Евангелия, первый том, так скажем, своего двухтомника, и вторую книгу, книгу Деяний. И сам дал прекраснейшее определение Евангелии, Благовестии о Христе, то есть о Его жизни, Его учении. Вот о чем. И это и есть основание жизни и учения каждого христианина. Именно Христос. Он путь истинной жизни. Поступать мы должны, как Он поступал. Это красная линия Иоанна Богослова. Он все время употребляет этот оборот. И все апостолы, и Петр, и Павел употребляли такие слова, как идти, он нам показал пример. Они говорят, да, мы живем по Его примеру. Как Господь говорил, по стопам, мой я путь, они говорят, мы должны идти по Его следам, по Его стопам. Прекрасные слова, прекрасные обороты, всегда встречающиеся. То есть мы должны делать то же самое. И именно то же самое. Мы должны благовествовать о Христе, сами жить, как Он сказал, сотворить и научить. И вот этот камень Евангелия-то, вот когда вам будут, что-нибудь там, что значит, на что он упадет? На что упадет, то есть образ низа, прошлого, да? Вот что-то было, ты сверху бросил камень, и это раздавил или прикрыл. Ну, мы представляем маленький камешек. Давайте представим вот такую глыбу, или, знаете, краны кладут плиты большие, закрывая все, что там было, допустим. Вырыли сначала, насыпали там, и все. И вот закрыли. Все, этого нету. И наоборот, Он говорит, что на этот камень упадет, то разобьется. Это вот образ всего, что накидают потом. Это вот образ предания, иного завета. Я вам так скажу, что это прекрасный образ нам оставил Христос. Все, если вы будете действительно познайте Евангелие, Бог вам откроет ум к разумению Писаний всем алчущим и жаждущим чистым сердцам евангельской правды и самого Иисуса Христа через дела любви, естественные, упования на Бога, полностью отвернувши в себя для Его славы все это творя. Господь откроет, и уже никогда то, что вам будут вот это подкапывать, выкапывать, наружу выносить этот Ветхий Завет, весь этот закон, вы всегда найдете основания в Евангелии отвергнуть эту нечисть. Вам будет там про десятину рассказывать, а вы скажете, Господь, и вам даже слова Христа приведут, что вот, Он же сказал, и это надлежало делать о десятине, и того не оставлять, в смысле, вот добрые дела, и десятину не оставлять. Кому это сказано? Иудеям, вы ему скажите в ответ, ты кто, еврей что ли? Ну-ка показывай, что у тебя там ниже пояса, еврей ты или не еврей? Еврей, ну и хорошо, иди, делай тоже правильно, а я не еврей, мне это не надо, я литых тельцов себе не лил, я покаялся и живу в крови Христовой, в Его заповеди жертвенной любви к людям, а не в культах человеческих, делая Богу, то, что им вообще не надо делать. Я не животное, я человек, если ты себя уподобляешь скотине неразумной, чему уподобился весь народ, и языческий, и еврейский в том числе, ну пожалуйста, можешь ходить под палкой, а я свободный во Христе человек, Бог мне даровал свободу и сказал жить в любви, все, поэтому он кому сказал? Еврей, ты еврей, исполняй, нет, Господь, конечно, для евреев не отменял эти законы, почему? Да потому что он и давал им, потому что это настолько обезумевший народ, опустившийся, и в самом начале сливший Христа, и как мы видим, на самом деле исполнены духа богоборчества, да, ибо не убили бы Христа, все, Господь, да и не отменяет им, конечно, они на большее не способны, он говорит, что вы и то делаете, и вот все равно хоть поднимитесь на ступенечку повыше, причем, что я вам и в законе говорил, что бы была и суд, и милость, где вы, говорит, то вы почему-то одно делаете, а другое оставляете, это он говорил к евреям, это к христианину никакого отношения не имеет, потому что он не сказал христианину отвергнись с десятой части себя и следуй за мной, нет, христианину, говорит, отвергнись себя целиком, а ты еврей, новый еврей, христианствующий еврей, христианство, язычество, иудействующий еврей, или я не знаю, кто ты, русский христианин, как угодно ты себя называй, ты можешь платить десятину и жить спокойно, если ты ничего большего не видишь в Евангелии, это дело твое, у меня есть Христос в камне с Навальным, а он мне сказал, отвергнись с себя, если хочешь быть совершенным, да, пойди продай имение свое, раздай нищим и следуй за мной, все то же самое, будь совершенным, как отец твой небесный, и подавай всем, и добрым, и злым, и десятину, и люби ближнего своего, даже того, кто тобой гнушается, как самого себя, все, что ты мне камни с этой десятины пристал, я все раздал, вы поймите, когда у вас эти будут камни, и куда, что вам там не будет притягивать, из Ветхого Завета, из этого язычества, только в оболочке добродетели, под видом добродетели, это все разбивается о Евангелии, и наоборот, что вам сейчас наносной за 2000 лет навалят на голову, все это, вот так прям, сняли с себя эту бутылочку, бросили, она раскололась, все это новое язычество, христианное, иудействующее, оно разбивается о Евангелии, вот надо это делать, ты скажи, где это сказано в Евангелии, вот надо это делать, тебя не устраивает моя прическа, ну-ка, где это в Евангелии написано, каким надо быть, лысым или волосатым, Христос какой был, не знаешь, вот и отстань от меня, все это разбивается, вся эта чушь, платочек или под платочек, Христос в платочке ходил, его мама в платочке или без платочек ходила, никто не знает, все это твои фантазии, ну ты можешь сказать, что в платочке, ну ходи в платочке, я могу сказать, что без платочка, никто, ни ты, ни я не прав, ни ты, ни я не истина, не надо, ты можешь делать, как ты хочешь, ты опереться не можешь на Евангелие, фундамент Евангелия, если в этих вопросах ни ты, ни я не можем опереться, оставим это, вверх головой или вниз головой надо человек погружать, за ногу или за руку, назад или вперед, влево или вправо, 23 раза или 253 раза, где в Евангелии написано, во святую Троицу или во имя Иисуса Христа, в Матфеи во имя Троицы, причем очевидная приписка, нигде больше этого нет, после Матфея, читаем Евангелие, заканчиваем, начинаем книгу Деяния, историю церкви, ни разу во имя Троицы не покрестили, очевидно, что после соборчиков решили приписать, надо же Троица отстоять, давай-ка там мульнем, а вдруг кто-нибудь не заметит, да, только по всему миру свитки есть, а в других свитках нигде нет, вы в одном исправили, ну и что, а в других нет, а в Деянии, Луки-то что-то вы не смогли подправить-то, ну в Матфея подправили, у вас там этот свиток ходил, а Луки, который писал Евангелие Деяния, Лука, по тщательным исследованию, кто читает Деяния Луки, видно, как он, многие тонкие вещи, он целое предисловие пишет, в какое время это было, при Понтии Пилате, там этот правил, этот в Атеурее, этот в Риме, все подпишет, все четко, и тут, неважно для Луки, во имя Отца и Сынского Духа, или во имя Иисуса Христа крестить, очевидно, братья и сестры, откуда это в Матфея взялось, идите крестить во имя Отца и Сынского Духа, и в Деяниях всегда крестят во имя Иисуса Христа для принятия дара Святого Духа, Духа Святого или Его Дара, там по-разному. И будут друг другу глотки грызть, и будут целые проповеди читать, мозг людям выносить, свое время тратят, не проповедуя Христа, не любовь, чужое время тратят, вместо того, чтобы человеку лишний раз заповедь, как Петр говорит, Иисус Христа напомнить, о любви к ближнему, и, если необходимо, слова пророков о Его мессианском достоинстве, об ожидаемом Мессии и о всех сбывшихся о Нем пророчествах и ожиданиях, о чем и все пророки, как Петр говорит, изыскивали, искали, и о каком времени, и о ком все эти пророчества были. Ну, вот это можно напомнить. И обязательно заповедь Иисуса Христа любите друг друга делами любви. И эти дела не обличение, не поношение, не злословие, не осуждение, это дела любви. Это доброе слово, это доброе дело, это радость с радующим, плач с плачущим. И так куда ни тыкни, все, что вам понаплетут, ой, молитесь за усопших, ой, молитесь усопшим святым, ой, надо вот это, ой, надо бежать туда, надо делать, где это сказано, где это сказано, ничего не сказано, Господь мне сказал, если даже о нем благую весть, как о сущем Боге любовь услышит через устную или письменную проповедь, человек и не поверит. Причем действительно, порой такие проповеди мы слышим, благовестие, что неудивительно, что человек бежит от такой проповеди, где тебе скажут, еще убей еретика и всех на свете. Да человек с чистым сердцем от природы услышит такое, что все кругом, негодяй, один я хороший, там, американцы, китайцы, а мы тут все гении, должны построить Великую Русь и всех научить жить. Да и слава Богу, что человек такой Евангелий отвергнет. Да лучше он по совести будет жить и судим потом Господом, чем по этой ереси. Никакого основания на Евангелие не имеющее. Все. Поэтому я этот ролик специально записываю вдогонку еще тому вот писанию, то, что я вам поговорил, чтобы вы не боялись, не побоялись чистым сердцем, очистив его, не пустыми, в смысле пустой головой, а чистым сердцем. Попробовали сами прочитать. И действительно, вот что мне, если бы я читал, просто я вот лично так, мне Бог так, благо, так чудным промыслом меня вел, что я принял чистое молоко и в нем назидался, и сам Господь не наставлял от начала до конца. И вот попробуйте, прочитайте без всех эти убеждения. Не так, что вы уже помните, что вам в голову вбили, что да, приводили детей ко Христу, это крещение младенцев, хотя там вообще никакого отношения ни к крещению, ни к младенцам не имеет. Речь, когда это уже за середину перевалило Евангелие, где никакому крещению ни речи быть не может. Идет речь о безбрачных людях, посвятивших себя служению ближним, просто не только своим, жене, детям или мужу, а всем людям ради Царства Небесного. А Царство Небесное только через любовь к людям в душе созидается. Это не монах, который в пещеру заперся, это просто безбрачный человек, который без хлопот и учится любить не просто своих, кровяной любовью, своих детей, свою жену вроде которой, ну надо ее любить, да, ну все-таки в одной кровати спим. Нет, этот человек любит всех равно, ему все становятся братьями и сестрами, потому что он дитё Божье. Вот этих детей в образе и привели, ибо еще не было добровольно, так скажем, этих скопцов, Господь только предрекает это, что будут, и в образе этих детей как бы благословляет, точно так же, как он на прощальном ужине молится за всех по их проповеди, и его учеников апостолов, за всех нас молится, Господь на прощальном. Нас еще пока не было в помине даже, только в мыслях Божьих, но он за нас уже молится. Точно так же здесь, в образе этих детей, он благословил и помолился о всех людях ради Царства Небесного, не идущие путем брака, а наоборот, и все это два лишь пути людей. Одни любят, и о своих еще пекутся, есть и то, эти безбрачники у них есть, и родственники, и мама, папа. Кто сказал, что они не будут о своей семье-то заботиться? Да нет, ну люди вот, безбрачный путь выбирают, да. О них Господь и сказал, и благословил, чтобы не было ни у кого претензий, что вот в раю благословил. Да, в раю два человека было, мы должны были размножаться. Это естественно было. Все. В новом зайти Господь благословил оба пути, брачный, безбрачный. Да и даже в пещеры запираться, ну тут мы благословения не видим, но естественно мы никого лично не судим, это дело лично каждого. Люди разные. Есть люди, одинок, отшельники, люди малообщительные. Да пусть каждый живет, как хочет. Все о Евангелии будет разбиваться, все эти предания и вымыслы человеческие, и весь этот всплывающий вечно закон, который дан просто народу, который слил тельца и каждый раз отказывался от Бога, который этого Бога в гробик положил и носил с собой, что ж только крышечка поднималась, и потом окончательно похоронил его в склепике, который очень удачно и крепенько построил. Все. Вот вся суть-то. Помните, камень основания жизни христианства, Христос, его жизнь и учение. Я все, что слышу, все, что вижу, Он сказал, все, что делаешь, смотри на меня, я тебе даю пример, я вам даю пример. Все. Ты никогда, человек, не погрешишь, если ты будешь поступать, как Христос, по Его словам, и если даже ты не можешь в какой-то момент в своей жизни что-то там найти, какой-то ответ, как поступить, это не страшно, ты к Богу призови, и Он тебе подскажет, как, и все, и ты живи. Бог тебя будет судить, но если ты сам принял, христианин, конечно же, и по этому Евангелию бумажному, ну, раньше устному, многие люди даже не имели возможности никогда в жизни прочесть, прочесть Евангелие. Это мы с вами живем в 21 веке, люди образованные, умеющие читать, имеющие доступ к этой литературе, недостаточно уметь читать, а можно не иметь доступа. У нас все есть, у нас есть уши с вами, у нас есть аудиозаписи, видеозаписи, полный интернет, компьютеры, электронные книги, все есть. И нам все мало. Отойди, Христос. Да отойди, тогда я посмотрю, что там в законе. Да погоди, ты вот тут предание, у меня целый уже вагон, вон, три раза по экватору вагонов обмотать можно. Я сейчас все перечитаю, я свистну тебе, как ты мне нужен больше. Это же беда страшная, представляете, зачем он приходил? Правильно апостол Павел, что мы все время эту крест Христов упраздняем, и говорит, Христос зачем тогда воплощался, для чего? Ну, конечно, можно придумать опять эти липовые учения, которые никакого основания на Евангелии не имеют, это какой-нибудь искупительной жертвой Иисуса Христа, который за меня пришел, все сделал, это была его работа, «А теперь я буду продолжать выдумывать учения». Это я когда-то познал, уверовал, меня Бог простил, вровел, а теперь я живу своей жизнью, что-то выдумываю, что-то придумываю, занимаюсь философией, наукой. Это разовое было дело, я покаялся, принял, все, я свободен. Я этому пришел Христос, чтобы я просто крестился, и все. Ну, и раз в недельку хлеба с вином по крошечке принимал в себя, хотя я и так. Че вы там, вина вот на ложке, да любой алкаш за день больше вас, чем вы за всю жизнь там принимаете в своих этих. Че вы от этого, святеешь, что ли, Сталин? И вот она придумывает это учение искупительное. Че ты, я там, я даже разбираться уже в плане не хочу, мне так это все надоело. Вы че, Евангелие, что ли, не читали? Оно что, разрывается, на куски. Разве человек это отдельно кровь и отдельно плоть? Нет. Человек – это единое тело с мозгами, с сердцем, с чувствами, и тело, по которым кровь бегает. Добрые дела. Человек живет сердцем, которое вращает эту кровь. вот и… поэтому вера без дел любви мертва, вера действующая любовью. Вот это человек, сердце которого гоняет кровь, этот образ. И придумает учение стишков, как будто это… вы знаете, это прям вот образ мертвичин, образ трупа во всех конфессиях. И у протестантов то же самое. Они как будто закололи Христа из Евангелия, давай его на кусочки резать. Ну, сначала ты веруешь, но потом-то ты любишь. И сначала с маленьких дел любви заканчиваешь крестом. Все. Это цельное учение и жизнь Иисуса Христа. Или он что, пришел, поучил и вознесся, что ли, со святыми в покое и полетел на небо. Да нет. Есть, есть жизнь его от начала до конца. Чего вы рвете-то? Чего вы придумаете, если Евангелие-то жизнь и учение? А ваша книжка ничего не стоит. Учение у меня уже есть. Его Лука назвал. Жизнь и учение, благая весть. Все. Там все мне написано. Мне зачем твои учения, человек? О, человек, опомнись, кто ты есть-то? И давай стишков свое учение лепить, я говорю, еще и не только из стишков, мы еще этот камешек, я говорю, из-под него всю эту гниль достанем, древнюю, сверху еще всем этим навалим, я не знаю, как мягко выразиться, кал, говорят, мягко выражаются медики, вот мы все это навалим, еще из этого всего будем свои горшочки лепить с учениями и человеку все это питать. На, поешь. Камень, основание жизни человека, это Евангелие. Христос не с небес говорил, он воплотился, что моего образ и подобия оказалась абсолютная правда, ибо он Бог, а я его образ и подобия. Если я образ и подобия Бога, то даже отсюда можно математическое равенство сделать. Значит, Христос есть Бог, раз я его образ и подобия и должен ему подобиться, значит, он Бог. Или наоборот, если я его образ и подобия Бога, а Христос Бог, то значит, я должен стать таким же. Все, тут куда ни крути, как шарик, он со всех сторон круглый. Жизнь и учение моё, Христос, все, что вы придумали, меня вообще не касается. Меня Бог поэтому судить не будет. Он что, будет каждого человека судить по тому бреду, который навернули каждое поколение? Нет, тогда мы с ума сойдем. Я всем говорил, у евреев 613 хотя бы успели талмудисты их законники, книжники накрутить. У нас сейчас 613 тысяч набежало, потому что поколение-то 21 век, на земле 7 миллиардов, и каждый считает себя знатоком Библии. И давай, уже столько учений, что 613 тысяч надо исполнить заповедей. Евреи еще в отличие от нас тогда счастливые люди. Они хоть лучше тогда лучше евреем стать, там хоть 613. А у нас 613 тысяч выполнить. А как же будет судиться Иоанн Креститель? Или он не будет судиться? Я не знаю, я читал в Новом Завете, Христос говорил, что каждый будет судиться, потому что он сделал. Доброго кто сделал, воздастся по-доброму, и то звезда от звезды разнится славе. Что, Павел не будет судиться? Суд начнется, Петр говорит, с Дома Божьего. Они что, не Дом Божий? Или они что, вне? Или они еще куда-то возвысились? Или есть еще какая-то сфера между грешниками, Домом Божьим и Богом? Нет. Есть по-левую и по-правую. Воздаваться будет каждому. За благие дела благо, и то в соответствии с твоими благими делами. Только не надо путать-то. Если ты их дел понятны, из корысти, из лукавства, лести, или типа для Бога зарабатывая, понятно, что это никакое не доброе дело, и Господь сердце веется и знает. Имеется в виду, что ты действительно делаешь доброе дело, потому что ты познал истину, что если есть любовь и радость и улыбка ближнего, для тебя нет большего счастья. И как Анна Богослова писал, для меня нет больше радости, чем видеть, что дети мои ходят в истине. Да, это настоящие добрые дела, и те, в принципе, за них ничего не надо, но Бог тебе воздаст. Мы все знаем, если Бог нас в крещении, за грехи наши нам дает дар Святого Духа. Уж чего говорить-то, когда мы из любви ко Христу любим всех, как Он нам и заповедовал на прощальном ужине. Вот и все. Никто не будет, что будет. Первый апостол, первый христиан будет по чем судиться-то? По этим преданиям, что ли, человеческим? Или по закону, который сам Христос и сам Павел потом сказали, что все, закон этот бредовый, из любви к Богу что-то делать, ничего не имеет никакого значения. Ты ничего этим никому не делаешь, хорошего или плохого, делай или не делай это. Богу, а тебе ничего не надо. Красная линия всех посланий. Так что вот так вот. Помните это. Судиться будем только по слову. Господь сказал, что если кто услышит слово мое, обо мне, да, рематто, слово устное или письменное, вот кто услышит благовестие, Павел учит его, прочитает и даже отвергнет его в какой-либо причине. Мы не судим никого, мы не знаем. Но вот он отверг. И то Бог говорит, я его не сужу, но я в любом случае буду. Человек, ты умрешь, ты разденешься от этой кожаной одежды. Душа твоя обличится. Вот будет суд. В любом случае. И пока ты до этого обличения, раздевания жил, я же тебе все время говорил, где добро, где зло. Я всегда в тебе. Это только образ, что ты вырубил меня дерево. Вырубить меня невозможно. Я Бог, я тебя всегда питаю. Ты живешь только потому, что я в тебе. Твое сердце колотится не потому, что оно просто колотится, но просто. Большой взрыв, вот как эти атеисты. Ну просто, ну просто есть бытие, да есть. Ну не просто оно есть, есть Бог. Личностный Бог. Он просто есть. Да вот он просто есть. Он Бог. Бог есть, это одно и то же слово. Бог так иногда называют. Он говорит, я истин. Да, я просто есть. Я истина. Ну истина, что существует. Вот истина, дерево, истина. Вот стоит. Он просто истинный, он просто есть. Все, что не истинный, этого нет. А вот все, что есть, это истинный. И он говорит в 12 главе Иоанна, перед тем, как я всем говорю, повествование Иоанна Богослов переносит на прощальный ужин. Но для всех этих неверующих он выносит такой вердикт, что я говорю, даже если кто услышит ремата, греческое слово, то есть слово мое, написанное письменно или изреченное, то есть Евангелие в будущем мы его назовем благою вестью о Христе. Кто обо мне это услышит и не примет, я даже не сужу. Я все равно тебя сужу всегда в сердце твое. Это все равно, что он и фарисеям там говорил, высший евангелист. Это же этот суд. О, он же сказал, фарисеям, я вас сужу. Да он сказал, что я в сердце, я сердцеведец, я вижу, кто вы. Вот если я и сужу о вас, то суд мой праведен. Он имел в виду, что он их духом святым судит. Он взырит в их сердце и знает, что они сейчас стоят ему и противятся. Он говорит, что мое суждение о вас истинно, потому что я знаю, кто вы. Я все о вас знаю. Просто молчу, чтобы подол ваш не поднимать, потому что я любовь, и вы дети мои. Но мы христиане, да, мы помимо внимания в себя и в учения, как Павел Тимофеев говорил, мы еще нам проще, нам чтобы не ошибиться, уж максимум что есть, чтобы не людей слушать, а Бога. Это Евангелие, которое передается из поколения, из поколения. Пусть с плевелами там есть плевелы. Но ты почитаешь, что тебе Господь внутри кладет, и все. Вот это истина, даже там. Мало ли какая ошибка, подмена, опечатка, неправильное понимание. Ты еще не дорос. Ничего страшного. Ты живи, главное, чистым сердцем считай, что тебя Господь кладет, тут же делай. Никогда не противься Богу в сердце. Вот тогда ты пойдешь быстреньким истинным путем и познаешь Бога. А до тех пор, пока ты будешь лицемерить в своем сердце, лукавить сам собой, противиться Богу, о, да ты тогда так и будешь топтаться на сатанинском месте. Потому что Богопротивление, есть сатанизм, а Бог внутри тебя. Всегда, от первых времен. Древо жизни в сердце, в рай, тело человеческого, было насаждено в первого человека и до последнего. Ничего не меняется. Вот и все. Просто у нас, христиан, вообще никаких отговоров нет. Мы знаем благоу весть о Христе, знаем, как нам надо жить и поступать по Его образу и по Его словам. Вот и все. Так что вот еще такой вот роличек. Вот помните этот образ, и Господь все это не просто так говорил. Ну, по сути, я вам просто опять Евангелие напоминаю, которое вы должны, естественно, и сами знать. И никогда ничего не бойтесь. Ни этих законников, их не боялся ни Христос, ни Павел. Не бойтесь этих теперь новозаконников. Пусть они живут по своим преданиям, идут в погибель. Всяк человек ложь. А сердце твое, там истина. Сердце и в Евангелии. Вот тебе уже два-два. Вот камертон, кто знает, как настраивается. Есть инструмент, есть камертон. Все. Вот тебе камертон, инструмент сердца твоего, который ты должен возделать. А вот тебе камертончик Евангелия. Нашел отгласы своего сердца с Евангелием. Вот тебе истина на сегодня для тебя. Вот и живи. Только не к другому ищи ты истину в своем сердце. И в Евангелии говоришь, что я вот для тебя узнал истину. Ты грешник. Мне Господь в сердце сказал. А вот еще вычитал. Ты меня послушай и пальцем в небо тычет. Да, как древний еврей. Да нет. Евангелия – это книг для твоего спасения. Ты поступай по добру. Уповай. Поверь во Христа, сущность благого Бога. Живи, соответственно, этой своей веры. Любя всех и каждого. И уповай на Христа и на воскресенье, и на каждый день в своей жизни. Отвернись в себя. Люби всех его дарами для его славы. И ты этими делами будешь все осветить вокруг. Тьма сама. Все будет вся грязь вокруг тебя освещаться. Все эти грешники, злодеи. Они и так осудятся. Ты будь целомудренным. Блудник сам устыдится. Не надо от него бегать. Он сам от тебя убежит. Люди кучкуются по интересам. Не бойся ты этого блудника. Ты не оскверняешься, что он в тебя входит. Друг у тебя там блудник. Он сам от тебя будет бегать. Поначалу, если вы старые друзья по привычке, потом все равно отпадают они. Никто не хочет. Все будут искать себе подобных. Не надо никем чертыхаться. Нас Господь послал, как овец среди волков. Надо светить. А свет нужен во тьме. А при солнышке что-то никто свечку и лампочку не зажигает дома. Только человек совсем. Бог нас ставит туда, где тьма. А мы все в светильничке собираемся. В кучке. В блаженные кучечки. В благословенные. Всеми грешниками. Всей тьмой чертыхаясь. Да где свет, где солнце, где Христос, там ваши светчики не нужны. Бог вас ставит там, где тьма. Там и светите. Как Исаия Господь говорил, кто кого послать. Скажите, Господи, меня пошли в самую тьму. Где эти мракобесы все со своими культами и заповедями. Там я буду им светить цветом истины твоей. Ну все, а то уже за 30 минут хватит. Давайте поблагодарим Господа нашего за всю его любовь. За истину, за просвещение. За радость жизни. За радость жизни в истине. Это просто великое счастье жить. Познав истину в свободе. Освободившись от всего. И от плоти этих всех. Всех этих законов плоти. И жить в свободе по духу любви. В духе кротости. Это просто счастье. Господь мой, Бог наш. Слава тебе. Спасибо тебе за все. За все. За всю любовь твою, Господи. Спасибо. Слава тебе. Воздать нечего. Все твое. Вся земля, что ее наполняет. Вся жертва хвалы, которая угодна тебе. О которой ты сам всегда говорил. Это жертва благодарения. Жертва хвалы. Спасибо тебе за все. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Это единое, как ты ее обещал всем. Еще от древних времен. Угодные тебе и благие жертвы. Хвала и прославление. И благодарение. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Спасибо тебе за все. Все, что можем воздать тебе, воздадим ближнему. Проявим любовь для славы твоей. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Укрепи нас, пожалуйста, в делах любви, в духе кротости, чтобы не было уныния, когда нас поносят, и чтобы не было ожесточения сердца. Но чтобы была любовь даже к неблагодарным и злым, и даже противящимся и готовым нас растерзать. Благослови, пожалуйста, всех слушающих этот ролик, всех алчущих и жаждущих тебя в чистых сердцах, чистых сердец. Благослови, Господи, все твои благословения всегда на нас. Ибо ты — любовь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Бог — любовь. Христос всегда посреди нас, братья и сестры. Те, кому понравился ролик, ставим большой палец вверх. Кому не понравился, все равно не забывайте ставьте палец вверх. Делитесь с тем, с кем считаете нужным этим роликом. Все мои адреса, каналчик наверху. Контакты внизу. Полезные ссылочки справа. Овся и всех всегда нежно целую и крепко обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»